При этом никогда в нашем общении не чувствовалось напряжение. Всё было с какой-то радостью, принятием. То есть для меня человека обыденного, который... Я тогда жила в Донецке. Это была очень такая серьёзная военная обстановка. И я просто убежала от той действительности, которая там была. Мне доход позволял снять себе жильё и пожить в тёплом месте. То есть это была соотносимая аренда квартиры, что, собственно говоря, в Украине, что на Бали. Но оставалась нервозность, потому что ты шагаешь в неизвестное. Поэтому я искала те способы, которые дадут мне возможность структурироваться. И когда я поняла, что я хотела бы посетить ретрит, я начала искать места. И так получилось, что на Бали эти ретриты не проводились. И ближайший ретрит я смогла посетить в Екатеринбурге. То есть я вернулась в Украину. Это был апрель месяц. И в Киеве не было места, в Москве не было места, в Орле не было места. Мне пришлось ехать в Москву. С Москвы надо было лететь самолётом, потом брать такси. И 70 километров ехать от Екатеринбурга. Мне надо было ехать в городочек Азбест, он назывался, на такси. Я попала по колено снег. Это был мой день рождения, 39 лет. Я это чётко помню. Я стою, медитирую, скамеечка такая фактически на коленях. И у меня проносится мысль. Я же должна быть в больном платье. У меня же должно быть шампанго, икра, подарки. Всё вот это отмелькает. И я себе говорю, Лен, ну ты сделала себе самый большой подарок, потому что ты поехала на Випассану. И ожидания от практики были абсолютно такими вот... Когда я звонила в эти ретритные центры и договаривалась о том, что я приезжаю из-за границы, из Украины приезжаю в Россию, и я хочу пройти, настолько благостными были эти люди, которые менеджеры курса, которые проводили эти ретриты. То есть чувствовалось, что тебе рады, что тебя не рассматривают с какой-то точки зрения. И это позитивная энергия. Вот знаете, как мы встречаем людей, и они нам нравятся. По какой-то причине нам с ними хорошо. Как вот медитация называет вещи своими именами. Мы есть сгусток вибраций. Мы вибрируем на определённой частоте. Если нам попадаются люди, которые вибрируют с нами в унисон, нам с ними комфортно. Если у людей вибрации отличаются, мы себя чувствуем с ними не очень комфортно. И мне очень зашло вот это вот отношение. Я поехала на свой первый ретрит в Екатеринбург. Абсолютно он был волшебным, сказочным. Я прорыдала несколько дней. Мне было очень больно, потому что это практики, в которых ты по 11,5 часов в день сидишь в лотосе. Ты тренируешь свой ум, и ты учишь его успокаивать. И как только ты овладеваешь теми навыками, которые даются на этих ретритах, то как контролировать его? Потому что ум постоянно беспокоен, он постоянно отвлекается, либо пережёвывает ту прошлую какую-то жвачку, и это делает людей несчастными, потому что мы пытаемся изменить ту ситуацию, которая была, и которую изменить нельзя, которая как история. У нас слив энергии идёт туда. Особенно много людей приезжает на медитации, которые столкнулись с какими-то потерями в жизни, с какими-то депрессиями, горем, разными ситуациями. Очень много. И другая сторона в медитации, которая выслеживается чётко, это когда человек переживает о будущем, которое ещё не случилось, и при этом он никогда не находится в настоящем моменте. И вот для меня поездка на медитацию, на свой первый ретрит, она дала мне чёткое видение той ситуации. Почему-то у меня вылезли именно отношения с мужчинами на этом ретрите. Почему-то у меня, наверное, острым таким моментом, я не замужем была, тогда было 39 мне, никогда не была. И я очень много прочувствовала в своём поведении. Я тогда на тот момент уже занималась около 7 лет, я занималась психотерапевтом, у меня был неудачный опыт совместной жизни. И уже после первого ретрита випассаны я поняла, что и где, какие я делаю ошибки, на что я обращаю внимание. У меня остро, ну, как это сказать, проявились те мои поведенческие паттерны, которые у меня были постоянно. То есть я поняла, что я больше своё внимание сосредотачиваю на других и больше отдаю другим людям, и стараюсь о них заботиться, быть хорошей для них, да, чем быть хорошей для себя. То есть у меня была масса вопросов, которые я задала себе, и я на них смогла ответить так, что те люди, которые пользовались мной, скажем так, которые были мне некомфортны, они просто это вибрационно прочувствовали, и из моей жизни исчезли все те, так сказать, кровососы, те, которые меня вампирили и подъедали мою энергию. То есть медитация, она позволяет посмотреть правде в глаза. Иногда это очень больно, иногда это неприятно, ну, если нет принятия, да, но когда ты этот факт принимаешь, ты его просто проживаешь и признаёшь. То есть для меня медитация – это было такое вот как экзаменейшн, да, такое вот исследование того, что меня сильно беспокоит, выведение этого беспокойства на поверхность, рассмотрение его ближе, нахождение этой причины и спокойное отпускание, ну, с пониманием, что в жизни тебе нужно, а что тебе не нужно. То есть вот такой был первый ретрит. Хочу сказать, что после третьего ретрита я буквально на третий день вышла замуж, то есть я его в Индии проходила, свой третий ретрит, он был самый волшебный. Вот. Я настолько, видать, прочувствовала то, чего мне хочется, что действительно я после третьей випассаны поехала на Гуа, я в Индии прошла третью випассану, поехала на Гуа отдохнуть, и я там встретила мужа, и уже на третий день он предложил мне замуж, и я сказала «да». То есть я поняла, что, знаете, випассанная из вас вытянет правду, любая медитация, она, вы не сможете жить, обманывать себя, потому что очень огромный ресурс, когда человек обманывает себя или других, он уходит на контроль, чтобы на этом обмане не попасться. И когда вот ты понимаешь, что у тебя ум концентрируется на каких-то вещах, которые тебе не нравятся внутренне, то, как это сказать, випассана тебе не позволит, медитация не позволит тебе врать себе, она не позволит тебе куда-то сливать эту энергию, потому что, когда ты уже попробовал жить по совести, по правде, в полном принятии внимания к себе, и ты чувствуешь, как эта энергия у тебя сохраняется, как у тебя всё складывается чётенько, какой ты благословенный просыпаешься, счастливый, да, то ты не будешь уже делать так, чтобы у тебя произошёл определённый откат, когда ты начинаешь где-то действовать не исходя из морали, да, скажем так, то есть кого-то там обижать или приносить вред, то есть у меня вот такое вот согласие выйти замуж, оно было абсолютно из сердца, оно было абсолютно искренним, то есть, знаете, мы, когда включаем мозги, они нам очень часто портят жизнь, потому что есть ощущение таких телесных вибраций, когда энергия идёт спокойно, да, и ты понимаешь, что тебе хорошо с этим человеком, а есть определённый там расчёт или какие-то мысли, которые тебе говорят, что надо, кому-то надо, да, то есть медитация, она тебя выведет на твои искренние желания, да, то есть я хотела жить в Индии, я сказала да, и вот эти практики медитации, вы знаете, каждый раз я на них захожу, почему ретрит, да, можно медитировать дома, это прекрасно работает, ретрит это как такой вот курс, на котором ты можешь это всё обновить, ты можешь на нём задать вопросы учителю, ты можешь более глубоко копнуть какую-то проблему, и самое важное, что я вот чувствую, ты перестаёшь реагировать очень остро на любые неприятности, на любые эти вещи, которые тебе не нравятся, и точно так же ты не скачешь от радости, если что-то радостное происходит, и потом ты его теряешь и опять расстраиваешься, грубо говоря. Я тебя немножко перебью, чтобы разнообразить наш диалог. То, что ты сейчас рассказала о медитации, полностью с тобой согласен, я сам проходил эти випассаны, но и по-прежнему я сейчас уже давно на випассаны не езжу, я не чувствую такой необходимости, но я практикую постоянно каждый день дома медитацию. И вот то, что ты говоришь, это всё вот так вот так что, кого-то если так отзывается, да, вы можете по поводу медитации обращаться, проконсультируем. Вот, я хотел тебя спросить ещё, так как ты помогаешь людям оздоравливаться, то есть это уже мы возвращаемся к болезням, к физическим, к физическим болезням, к телу, да, то есть от медитации, там, работа с умом, к физическому телу, и помогаешь с помощью традиционной медицины аюрведы, вот там лекарства, там всякие процедуры прописывают, очистительные, там, массажи и так далее, то есть это целая такая комплексная, скажем так, медицина, да, лекарства, лучше сказать, исцелительство, целение, ну, в общем, процедурительство, вот, но врачи, и в том числе ты сама, уже как-то, как ты тоже практик, медитации, да, но и в традиционной аюрведе рекомендует заниматься человеку медитацией. Абсолютно. Расскажи про это, да, почему только лекарств, только процедур недостаточно, или может быть, кому-то достаточно, кому-то нет, но вот, в общем, вот, скажи про это, пожалуйста. Рассказываю. В своих практиках сопровождения пациентов мы рекомендуем, ну, целый набор инструментов, которые помогают балансировать не только тело, да, потому что у нас тело, ум и душа, эти три элемента, они взаимосвязаны. И аюрведа определяет здоровье, как здоровое тело, чистая душа, спокойный ум. То есть, вот эти три компонента, они увязываются в определение здоровья. Сейчас, подожди секундочку, я просто добавлю, мы же находимся в чате канала, да, сердце моё счастливо. Ум спокоен, душа озарена божественным светом. Вот абсолютно верно. Да, то есть, насколько это перекликается, поэтому неспроста мы этот эфир будем работать. Продолжайте. Тело моё здорово, ум спокоен, душа чиста. Если это переводить на язык аюрведы. И здоровье, здоровым человеком в аюрведе, это переводится как свастха, да, это слово на санскрите. Свастха обозначает свой стан. Это когда человек находится на своём месте. это когда у него решены абсолютно все сферы жизни, в том числе его работа, финансы. Аюрведа рассматривает человека как благосостоятельного по деньгам, то есть, он должен быть в состоянии обеспечить себя, то есть, финансово здоров. Что очень важно, я раньше на это не обращала внимания, но оказывается, что вот именно так. Он должен быть ментально спокоен, чувства должны быть на месте, индрии, да, то есть, есть там текст на санскрите, который говорит о том, что да, чувства должны быть спокойны, должно быть хорошее настроение и так далее. И есть способы, которыми аюрведа регулирует именно психоэмоциональное состояние, потому что зайти в здоровье можно через, так сказать, через медитативные практики или можно зайти через тело, да, то есть, когда мы лечим тело, у нас эмоциональное состояние меняется. Но аюрведа считает, что надо делать все вместе, надо заниматься и телом, и психоэмоциональным состоянием. И сверху. Да, да, и тогда это дает максимальные результаты, потому что мы не лечим пациентов, которые находятся постоянно в стрессе. Мы обязательно говорим о том, почему. Обязательно пациентам прописываем шавасану, обязательно прописываем йога-нидру, обязательно прописываем дыхательные практики аналома, аналома, вилома. Перебью немножко, а я поясню. Друзья, шавасана это расслабление лежа на спине, не знаю, где-то, может, кто-то знает, в группах я об этом рассказывал, даже видео у меня есть. То есть, это расслабление лежа на спине, и это, в принципе, базовая практика для медитации. Йога-нидра это то же самое, то есть, там, немножко с управлением вниманием, вот, аналома, вилома это дыхательные практики дыхания по каналу. То есть, это парня. Так же, так же мы рекомендуем нашим пациентам практики медитации сканирования тела и практика аналома, вилома. Ой, не аналома, вилома, анапанасати. Анапана. Да? Это практики анапана, это когда ты контролируешь вдох воздуха и выдох его, да, как он заходит, выходит, какой он температуры и так далее. Практика сканирования тела, это когда ты прослеживаешь свои ощущения в теле. И вот эта практика, она самая крутая. Это мое мнение такое, что практика сканирования тела, она самая интересная, чем она, почему вообще она нужна, эта медитация. Медитация позволяет нашему телу максимально расслабиться. Энергия течет спокойно по каналам, спокойно, правильно усваиваются питательные вещества и лекарства в том числе. И мы рекомендуем нашим пациентам делать практику медитации утром, для того, чтобы доотдохнуть, доспать, вот ту же шавасану, да, и вечером, для того, чтобы сбросить то напряжение, которое было в течение дня, для того, чтобы очиститься от тех реакций, которых мы нахватались, от тех нервных переживаний, для того, чтобы попросить прощения за то, что мы сделали кому-то там что-то неприятное, для того, чтобы пожелать себе счастья, здоровья и благополучия, для того, чтобы мы могли уйти в сон, это очень важно, уйти в сон и не варить вот те мысли, которые в течение дня мы набрали в связи с теми, ну, окружающими людьми, событиями и так далее. Почему это важно? Почему это важно? В Айрведе есть такое понятие, как джаттера агни, как огонь пищеварения. И вот он работает каким образом? Он работает, значит, с, ну, грубо говоря, с 10 утра до 2, как он настроен на переваривание пищи. А с 10 вечера до 2 ночи он настроен на иммунитет. И вот поэтому мы не кушаем на ночь. И для того, чтобы у нас был хороший иммунитет, для того, чтобы у нас нервная система восстанавливалась. Нам важно не кушать на ночь, нам важно сбросить все то напряжение, которое у нас было, чтобы в это время у нас шло восстановление нашей нервной системы, чтобы был полноценный. И спать лечь в 10, да, с 10 до 2, чтобы этот огонь поработал. Да, чтобы наша нервная система восстановилась, чтобы мы могли восстанавливать наш иммунитет, и чтобы в это время у нас не было еды внутри, которая будет давать нам, которая не будет давать восстанавливающий сон, она не будет давать иммунитет. И вот для того, что... Переваривание вместо того, чтобы этот огонь заряжал там... Да, да. Но самое интересное, Дима, он не сможет уйти полностью на переваривание, потому что это не время для переваривания, да, это как бы и не с нами будет, да, и не сна не будет, и не иммунитета. А вот если мы вводим в свою практику медитацию, мы осознанно начинаем воспринимать каждый кусочек пищи. И это очень чувствуется рано утром, когда вы просыпаетесь, это вот мы прямо объясняем пациентам, вы просыпаетесь, и ваша задача почувствовать, насколько у вас переварилась пища. Ну, во-первых, настроение. Пища, когда переваривается, да, утром, когда в желудке ничего не остается, когда нет какого-то там вздутия, отрыжки, да, каких-то газов, которые там не вышли, да, когда вы нормально ходите в туалет, когда вы чувствуете энергию, когда вы чувствуете настроение, когда вы чувствуете легкость в теле, это говорит о том, что ваш ум и ваше тело находятся в контакте. Вы чувствуете себя, вы чувствуете ту пищу, которую вы принимаете, вы чувствуете физическую нагрузку, энергию, силы, да, то есть вот в этом плане вы молодец. И вот когда вы медитируете, да, с утра просыпаетесь, почему важна эта практика сканирования тела, там, шавасаны, да, вы просто начинаете вибрационную свою структуру ощущать, да, вы чувствуете, особенно, вот, чувствительно, что язык, да, вот вы с утра проснулись и чувствуете, так, у вас там как, есть там какой-то там, где-то щиплет, кисловато, как вообще ощущения во рту у вас, да, почему мы с утра бежим чистить зубы, сразу чистить язык, потому что это те токсины, которые выходят. И человек, который медитирует, он чувствует четко, как бы, какой-то привкус во рту, в глотке, тяжесть в животе, или в боках, или еще где-то. То есть эти месседжи, особенно, когда ты сканируешь, да, ты прям, что у меня здесь, а здесь, а здесь, а если у меня тяжесть, ты начинаешь анализировать, а что это я вчера съел, а как это я вчера полежал, или не сделал йогу, там, или еще что-то, да, то есть вот эти практики делают нас осознанными. И очень много, очень многие люди, которые начинают именно медитировать в процессе сопровождения, да, вот в аюрведическом лечении, в программах, они говорят, я осознанно стал кушать, я перестал забрасывать себе все в рот, потому что, если я вечером съела кусок хлеба, там, или шоколадку, я чувствую на утро, что оно у меня не переварилось, потому что я медитирую, а не просто механически просыпаюсь, что-то кидаю себе в рот на завтрак. И вот эта размеренность, она дает осознанность. И тогда люди легко придерживаются вот этих вот диет, программ, охотно идут в йогу, охотно идут физические нагрузки. Что значит охотно? Когда у человека есть энергия, у него хватает времени на дыхательную практику, у него хватает времени на йогу. А когда у человека нет ресурса, когда он раздражен, он говорит, что не трогайте меня, мне не заходят. У меня, как же мне говорят, саботаж, у меня саботаж. Я вот включила аналому-вилому, посмотрела две минуты и не хочу. Окей, не можешь аналому-вилому, начинай с простого, уходи в шавасану, просто ложись, включай, пусть тебя голос ведет. Не получается 15 минут пролежать, полежи 5 минут. Да? И когда ум рассеян, человек не может управлять. Вот Аюрведа же дает самое полезное. Доктора мне говорят, Лена, пациенты должны вставать до 6 утра. А мне пациенты говорят, нет, мы не можем встать до 6 утра, мы там не встаем давно уже так. А мне мои врачи говорят, Лен, понимаешь, не могут говорить и что угодно, а мы будем говорить так, как надо. И со временем те люди, которые начинают практиковать медитацию, они подтягиваются к 6 утра, они подтягиваются. У меня девчонки, кто проходил со мной медитацию, проходили курсы оздоровительные программы. Они говорят, мы лежали в коридоре во время бомбежки в шавасане, чтобы не сойти с ума. Ставили наушники с сопровождением, медитировали, потому что мне же это очень сложно не поехать головой в моменты, когда твоя жизнь в опасности. и делали абьянгу, и делали анулому-вилому. И когда наступил такой момент, что люди выехали, я делюсь практикой своих клиентов с Украины, когда люди выехали за границу, мне многие позвонили, сказали, Лена, благодаря шавасане, медитации, самомассажу, благодаря тому, что я не сорвалась на питание, не стала есть булки, не стала заедать стресс-конфетами. Я смогла свое тело, я достаточно активна, и я могу выходить на работу, а не сидеть в депрессии сейчас и заниматься тем, чтобы восстанавливать свое здоровое состояние. То есть это все в комплексе дает потрясающий эффект и очень важно. и когда мы понимаем, что мы должны себе, медитация нас к этому приводит. Я немножко прокомментирую. Есть такое, вернусь немножко ко сну, есть такое выражение «хороший хозяин сразу после еды моет посуду». Я думаю, слышали такое выражение. Оно на самом деле еще имеет такой метафизический смысл, то, что хороший хозяин перед сном или вообще как бы после каких-то эмоциональных усталостей, какой-то накопления вот этого, то, что ты говорила, он очищается. То есть перед сном, если мы вот в этом таком возбужденном состоянии, там вот в этом все ложимся спать, мы не восстанавливаемся. Почему? Потому что вот это все, то, что там накопилось, оно начинает очищаться и на заряжение уже, то, чтобы проснуться заряженным, уже нету времени. Ну, особенно уже если говорить, что если там после 12 спать ложиться и так далее, да, то есть человек не восстанавливается, у него не успевает. И, соответственно, это западный круг получается. и вот мы с помощью практик начало расслабления, вот шавасана, да, это расслабление на спине, название шавасана может оно такое, но на самом деле это осознанное я бы называю расслабление на спине. Ничего сложного в принципе нет, это просто вопрос навыка. Вот, вот этот момент я хотел скажем так акцентировать, да, то есть хороший хозяин сразу после еды моет посуду. в данном случае это промоционально, это то, что мы должны расслабиться, скажем так, очиститься, да, эмоционально, успокоиться. И это тоже вот, я бы сказал так, без едитации, без осознанного расслабления на спине это невозможно. В общем, вот. И еще следующий вопрос, который я хотел, скажем так, акцентировать. вот ты говоришь медитация, да, вот, но вот эта практика, мы когда с тобой разговаривали, сердце мое счастливо, ум спокоен, душа озарена божественной силой, то есть ты поделилась тем, что эта практика на тебя воздействует, да, сейчас я хочу попросить тебя рассказать о твоем опыте, да, прохождении этой практики, то есть несмотря на твой опыт медитации, да, несмотря на то, что ты вот сама практикуешь медитацию, чем же все-таки вот эта практика тебе помогает, да, в чем она отличается от той медитации, которую мы там проходили на Викторе Пассане. Мое ощущение от этой практики, ну, во-первых, сама формулировка очень волшебная, она заряжает на какой-то невероятный позитив, на наполнение, отличается она от Виктория Пассаны, то, что ты на Виктория Пассане все время в анализе, контроле, да, то есть ты занимаешься тем, что ты осознаешь, что с тобой сейчас, то эта практика, она ведет тебя к успокоению, она ведет тебя к какой-то такой благости, но это она мне даже больше напоминает практику метты какой-то, да, вот практика пожелания добра всем, да, и я очень часто себя ловила на мысли, что как только я эту практику делаю перед приемом еды, у меня прием пищи очень осознанный, я начинаю выбирать, я беру меньше, чем я бы взяла бы не сосредотачиваясь, то есть я медитирую утром и вечером, да, но когда наступает момент покушать, у меня часто, ну, как бы уходит это все, и тут вот эта вот практика именно перед едой, она дает какую-то невероятную концентрацию, пища приобретает какие-то другие свойства, она более благостная такая, выбор пищи становится немножечко другим, да, то есть уже вот не хочется там пойти и отпилить кусок колбасы, да, то есть ты уже понимаешь, что хочется ну, какой-то сатвической еды, вот, хочется ее в половину, в половину меньше, хочется ее смаковать и осознанно, осознанно воспринимать, и у меня было пару моментов таких, что я уже ложку в рот засунула и вспоминала, что я не проговорила, а это вообще просто, причем это было так, я ем и я понимаю, что у меня скорость идет, я такая, блин, практику, кладу ложку и начинаю, начинаю повторять и уже делаю то же самое, но спокойно, и вот само ощущение, что ты, ты в практике, ты, как это объяснить, что ты, да, ты можешь забыть, но у тебя абсолютно другая реакция на на те действия, которые ты делаешь, то есть я не ругаю себя, да, ничего, но тем не менее, вот ощущение, что я вижу людей вокруг себя, да, но и мне кажется, да, что вот есть желание там что-то там, ну как там, посравнивать, там, пообсуждать, а на самом деле вот она я, которая бежит впереди и не может даже проконтролировать вот этот процесс, когда надо просто перед едой что-то проговорить, да, а что говорить тогда о том, что мы общаемся с другими людьми и пытаемся что-то им сказать, это так просто, да, вот как бы повторить десять раз, три раза в день, вот, ну в общем, я была поражена вот тем ощущением, что вот она я и моё внимание не во мне, да, то есть вроде бы как три раза, да, в день всего лишь, да, в осознанности побыть, а внимание моё где-то вот, вот оно, там вот летает, рассеивается и оно куда-то в больших количествах сливается, и как только ты, ну я про себя, да, как только я начала практиковать, я сидела такая и думала, боже мой, а что бы ещё для себя, да, то есть уже начинаешь погружаться больше в себя и по-другому тело своё ощущается, по-другому мироощущение, я помню первое время я эту фразу повторяла, я гуляла с собакой, у меня такая улыбка была, и меняется всё, меняется настроение, меняется отношение к тем людям, которые с тобой контактируют, то есть ты их принимаешь, ты видишь в них каких-то посланников, которые тебе во благо, да, то есть, ну практика абсолютно волшебная, по мне, вот она меня очень сильно, сильно впечатлила, и она более короткая, чем вебасана, я вам хочу сказать, потому что на ней не надо сидеть, на ней не надо сидеть 11 часов, Дима, ну что такое 11 часов? Я могу пояснить, почему же так практика это работает, на самом деле вебасана, это, можно сказать, так, путь головы, метод вообще медитации, это путь головы, это путь фокусировки, концентрации, вот, и, конечно же, через эту концентрацию мы проходим туда вглубь себя и проходим в деконцентрацию, вот, но это достаточно сложно, потому что мы все равно делаем много усилий на эту концентрацию, и это, скажем так, когда ты тренируешь мышцу, да, потом ее там расслабить, как бы, нелегко получается, да, это путь головы, а то, что это практика, она на самом деле это же путь сердца, а сердце это противоположность голове, это чувство, это принятие, это отпускание, это радость, безусловная, кстати, такая тихая радость, когда искрится что-то, да, ты искришься, и тебе нету причины, да, то есть, это просто энергия, сама по себе, но это вообще качество сознания, на самом деле качество сердца, безусловно радоваться, безусловно благодарить, безусловно принимать, безусловно жить, просто вот как дети, на самом деле, то есть, вот как дети, да, и фактически мы здесь эту практику и делаем, то есть, ну, вопрос в том, что кого-то пробивает эта практика, да, кого-то, ну, то есть, кто чувствительный, кого-то не пробивает, кому-то вот просто повторяет и понятно что человеку просто ну фраза и фраза то забыл там бетонная стена стоит с детства каждый человек же был ребенком и радовался однозначно это не может быть по-другому но потом все это цинировать и там уже вот этих чувств нету вот этой безусловности там уже все там ум но их в этих случаях дает там человеку надо сначала там медитировать там да или там что-то жесткое я по себе могу сказать я так именно и проходил через девять я не был удовлетворен этой и випассанами там и прочими и мне пришло информация про открытие сердца стала приходить стал готов а на самом деле сердце даже это же все понимают ничего сложного нет никакая там супер технология какая-то супер медитация техника которая сейчас любит привлекать вот это просто чувство быть чувствительным быть здесь и сейчас и вот то что ты как раз говорит в чем фишка этой практике она кстати это суфийская практика суфизм он про любовь на самом деле вот в чем фишка в том что мы сорок дней повторяем это то есть мы как бы каждый раз вспоминаем то есть еще хорошо в групповом формате у нас нету шансов так соскочить там да когда сам себе забываешь то есть мы как бы повторяем 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 и потом приходит привычку и потом уже не надо себя заставлять или чего-то а ты ну допустим на навык рефлект появляется садишься с ложкой и в этот момент сердце моё счастлива ум спокойно душа зрена божественной силы и ты как бы а потом можно даже по идее ты не повторять ты просто вот это состояние которое это наработал его и просто этим состоянием живешь и то есть там даже слов не надо ты просто знаешь что тебе хорошо ты садишься у тебя уже триггер да есть определенное что ты садишься с ложкой и у тебя уже сердце счастливое спокойно конечно конечно я тут добавлю что это вот как ты вначале говорила мы идем сверху сердце но это как бы она больше шире да и она начинает чистить человека то есть эмоциональное состояние там ум и прочее да то есть как бы мы становимся в какой-то степени более осознанные но то что у нас в сознании вот эта накопленность да много там телесные зажимы те же самые какие-то хронические заболевания эти блоки эмоциональные ментальные да мы начинаем как бы сверху отпускать расслаблять да но сначала мы их начинаем видеть да это не значит что вот почему и сложно дается да то сердце моё счастье вот и в этот момент как бы все прочувствовал а потом там через пять минут и поел побежал и опять старые рельсы конфликтов там переживания недовольства осуждения там вот это все то что варится в нас обычно да и такой а где же эта практика она не работает кажется да там вот но все равно опять к ней тянешься потому что в те-то моменты хорошо да да как тела на мед летишь такой да и ты уже знаешь что были есть другие состояния начинаешь понимать что вот как бы увидел разницу между собой вот тем переживанием которые ты когда будет в этом спокойствие находишься и в счастье таком да покойте сердце и в том когда ты там борешься ты тренируешь ум получается свой быть на вот этой вот частоте то есть выстраивать свою жизнь соответственно чтобы быть в тех вибрациях которые у тебя в тот момент когда сердце то есть счастливо успокоен и душа заряна смысл такой почему люди любят ездить на море в горы там да потому что там это все отпускается вот это все на время на какое-то да и вот этот подъем происходит вот эта энергия вот это вот но человек потом возвращается в жизнь у нее как бы обратно все но вернуться в аюрведе есть такая классная практика мы часто даем людям допустим те которые парализованы или которых пропала чувствительность даем попробовать холодное и горячее для того чтобы и точно так же тренируются люди у которых депрессия мы их маринуем в хороших новостях мы их маринуем хороших состояниях погружаем вот в практику да вот сердце моё счастливое и так далее потому что когда для чего нужны позитивные медитации чтобы у человека в вот этом вот позитивном маринаде создавался свой гормональный фон потому что вот вот те мысли аюрведа четко говорит взаимосвязь гормонов реакции состояния сердца которое у человека что если мы человека будем мариновать в хорошем настроении да то есть вот как там медитации которые голосом туда вот представь что ты на море это маленький ребенок ты играешь солнышко светит и там качельку нашел ты там лодочку села ля 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 а тут у тебя там ну допустим там какое-то событие негативное оно тебе уже не покажется таким страшным и вот 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 это вот медитация она погружает человека в маринад хороших гормонов хорошего состояния здоровья чем больше он там находится тем меньше он грузится в той в тех панических атаках очень много сейчас у нас таких клиентов которые просыпаются они боятся выйти из дома они в чем проблема доктора как говорят доктора говорят проблема в том что даже ночью мозг продолжает творить эту информацию которую получилось в течение дня она уже прошло все она закончилась человеческий ум не расслабляет и вот перенапряжена нервная система поэтому медитация свой вот этот вот маринад в этом счастье он притягивает другое состояние гормонов другое состояние гормонов другое состояние здоровье возможность отличиться намного выше тоже получается элементарно каждый человек как бы он все равно стремится на самом деле вот этой радости до к этому этой легкости так этому состоянию спокойствие радость в данном состоянии каждый человек этому стремится и тут скажем человеку надо просто вкус дать потому что человек забывает человек просто вот но я по себе могу сказать я даже не знал про это что то можно быть радостным позитивным там чувствую себя хорошо легко общаться там да там делиться я про это ничего не знал никто про это не говорит никто не мне никогда не говорил и вот пришлось искать это чем мы сейчас с вами и делимся да потому что ну что вот я лично у меня опыт был до и после были разные состояния было тяжело и плохо очень очень вот но в итоге вот сердце моё счастливо да это крутая крутая техника можно я скажу еще випассану можно сравнить наверно знаете чем это более конечно физически затратно и я бы сравнила эту медитацию как вот опытный наездник объезжает лошадь лошадь это наш ум который не управляем опытный наездник дает ей набегаться в волю так чтобы она устала и вот наверное медитация випассана это уже когда ты сидишь эти 11 часов ты уже настолько устал задолбался что у тебя уже ум просто перестает бесчинствовать да и ты уже можешь направлять какое-то русло которое тебе нужно но это физически сильно затратно очень многие люди на випассане чувствуют себя физически очень очень тяжело очень тяжело потому что это я бы я бы тогда взял взяв свою аналогию сказал бы а вот это практика которую мы делаем это вот тоже дикая лошадь но мы приносим ей подарочки и подкармливаем а она там скачет а мы спокойны мы как бы заходим с другой стороны и потихонечку она такая понимает что блин но ведь на самом-то деле чего это я думаю что так можно было надо и оседлать лошадку то есть это тоже важно потому что ум он вот эта лошадка ума она очень такая ретивая и тогда нам надо лечь на спину допустим шавасану да и просканировать свое тело то есть это вот мы тоже садимся на лошадь и вот мы ее как потихонечку обещала а другой стороны мы и прянички и даем да тут как бы кнута пряничек и мой сердце моё счастье надо как бы с другой стороны и получается вот что мы как бы и сами становимся как наездники уверенные сильные да и позитивная потому что лошадка и мы как бы в дружбе друг другом да то есть это путь через сердце а это путь через дисциплину все таки и он через волю да и он отличается отличается оба 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 важны на самом деле как заходят я думаю потому что я вижу разных людей с разными результатами и кому какая практика придет в первую очередь если человек сердцем не готов то может действительно его надо взять за так сказать за шиворот и посадить я думаю тот кто здесь находится на марафоне они я думаю что срезонировали на эту практику они скорее всего поняли да усилий да и вот они уже готовы допустим к этой практике через расслабление через сердце вот друзья если есть какие-то вопросы напишите сейчас чат стараемся на них ответить вот но если вопросов не будет мы будем потихонечку заканчивать может быть где-то еще что ты хотела бы добавить туда пока друзья пишет вопросы я вот хотел тебя еще напомнить тебе когда мы с тобой разговаривали ты говоришь говорила что раньше ты много уделяла внимание себе потом вот что время перестала уделять внимание и вот ты сейчас чувствуешь да и в общем то с этого и начинается начался эфир название эфир добрать и внимание на себя вот расскажи как почему это важно скажу так вот уделять обращать внимание на себя так ну как коротенько потому что надо заканчивать как речка надо как вот как эксперты по юрведе и по медитации вдохнови наших слушателей что мне было важно но я всегда уделяла внимание себе всегда занималась спортом у меня всегда были массажек и процедуры спортивный зал и так далее то есть я четко понимала на структурировано как мне сделать свою жизнь которая давала бы мне но делала по меня наиболее эффективной и вот я последнее время пронаблюдала что я переехала жить в индию и живу здесь последние четыре года и естественно мне поменялся статус я вышла замуж я два года была в поиске того чем заниматься как мне работать и тут я определяю со своей деятельностью и понимаю что я очень сильно увлекаюсь и я нахожусь другой стране и у меня появляются определенные так сказать отмазки да то есть меняется образ жизни и вы под этот образ жизни там ну как-то там пытаемся ну что-то поставить на первое место и вот значит какой-то момент я замечаю мой муж замечает что я веду себя очень раздражительно меня нет я не хочу идти не в тренажерный зал не заниматься йогой у меня исключительно работа у меня какие-то вещи там связаны со внешними моментами красоту навести там еще что-то и я задумалась почему собственно говоря у меня нет на себя времени да почему собственно говоря только только работа почему только важные какие-то встречи а где же здесь я медитация меня привела к ощущению знаете вот я сижу и сканирую свое тело думаю так здесь мне комфортно здесь мне некомфортно здесь какая-то тяжесть и тут раз и идут такие инсайты очень часто в медитации я не была давно на массаже окей давайте дальше копать то есть я понимаю что о есть какое-то ощущение в теле она не очень хорошая это наверное потому что я там кофе выпила с утра там или еще что то да то есть иногда нам кажется мне казалось что я сильно загружена работой и слишком много с большим количеством людей я контактирую а на самом деле эти люди здесь ни при чем вопрос именно во мне что я не уделяю себе время я не нарабатываю свой ресурс так чтобы потом его быть состоянии раздать другим людям выйти с ними на обмен этой энергией и получается что ты постоянно отдаешь 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 и не восполняешь сам себе медитация тебе дает обратную связь что со мной не так почему я раздражаюсь на человека это же не потому что все люди какие-то плохие там или они чего-то от тебя хотят вопрос о том что тебе уже дать нечего отдать нечего потому что внутри пусто что тебе нужно сделать чтобы было не пусто то есть вот эти вот это вот этим с месседжи да вот эти вот сообщения которые тебе дает тело когда ты начинаешь когда-то в медитации садишься чувствуешь дискомфорт его легче отыскать чем когда ты в обычной жизни постоянно отвлекаешься на какие-то внешние внешние атрибуты да то есть когда тебя кто-то постоянно беспокоит тебя звонок за звонком у тебя встреча за встречей и если ты после этого не моешь посуду как дима сказал на не анализируешь как прошел людей и где в этой беготне я чтобы что да то есть я сижу и в медитации понимаю что у меня день прошел вот так и вот так я заработала денег и я еще что-то заработал еще что-то получилось и потом я задаю вопрос чтобы что что мне будет после этого кого я сделаю счастливой на что будет с моим с моими близкими людьми вообще со мной я понимаю что меня в этом перечне нет понимаете многие так живут я уверена что большинство всех расписано да но нет вот это вот приоритета и я четко знаю что медитация это приоритет только для меня мы медитируем для себя мы йогу делаем для себя мы кушаем для себя и когда входит медитацию нашу жизнь мы это делаем осознанно вот это такой вот вывод который вот любая наша деятельность до должны на себя обращать внимание для чего мы это делаем становимся ли мы счастливее от этого какой в этом смысл для нас лично да потому что ну когда мы кому-то должны мы четко понимаем так причину почему мы должны сделать встать пойти куда-то когда мы должны себе себе задолжали это эти вещи надо отслеживать и они конечно потрясающие потом появляется ресурс для большего количества людей и можем тогда скажем так продолжить название нашего эфира обрати внимание на себя и себе задолжал обрати внимание на себя наверно пожалуй все будем заканчивать друзья запись будет в общем пишите ваши комментарии к этому нашей нашей встрече пожелания мы можем так практика эфиров она продолжится если вот вам с еленой очень понравилось кстати к елене добавляйтесь в группу у нее есть дели айрведа называется да группа и елена дает всякие рекомендации по питанию специям и так далее эту ссылочку я выложу в чат айрведа и в общем мы продолжим эти эфиры если вам интересно хотя другой стороны у вас нет выбора смотреть его или не смотреть я хочу хочу поблагодарить со своей стороны за возможность такого выступления за возможность участия за то что вы меня пригласили за то что я тоже могу развиваться в этой теме делиться получать обратную связь не очень ценно твое мнение тоже и то что ты рассказываешь это очень сильно наполняет и спасибо за приглашение в группу дорого было двигаемся дальше друзья сердце моё счастливо спокоен душа озарена уже с нас силой вот но и добавляющие линии депутаты с у у у у у у у у у Продолжение следует...